Прохожий заметил во дворе квартирного комплекса котенка, одиноко свернувшегося в клубочек. Житель Монреаля, Канада, нашел на улице котенка очень жарким днем в начале июля. Он лежал на земле сам по себе. Нашедший выложил пост в интернете, в надежде, что котенку кто-нибудь поможет. Дэн, местный зооактивист, быстро откликнулся и отправился на место вместе с еще одним волонтером, Люси. Примерно 5-6 недельный котенок был кожа до кости, страдал от обезвоживания, глазной инфекции и лихорадки. Он едва шевелился, его веки были слеплены и не открывались. Они его помыли и немного покормили. Котенка доставили в вид кабинет, где ему выдали антибиотиков, напоили и позаботились о его глазах. Хоть и будучи очень слабым, он преисполнялся благодарности и мурчал все время. Местные зоозащитники взяли его под свое крыло, чтобы он мог вылечиться в комфорте на передержке. Они назвали его Марвел. Позднее котенок подцепил простуду, но быстро ее поборол. За следующие несколько недель, пока он шел на поправку, его коричневая шерстка начала вылезать. Когда ему исполнилось девять недель, они заметили, что он теряет свою длинную коричневую шерсть и остается с коротким подшерстком. Марвел начал терять свой коричневый механический. На его теле все еще остаются длинношерстные участки, но в основном всюду короткая шерсть, рассказывает Селин Кром. Они сомневались по поводу причины его странной линьки, но котенок тем временем держался молодцом и полностью выздоравливал от своих болезней. Его глаза прояснились, насморк прошел. Марвел становился все игривее с каждым днем, с вновь обретенной энергией. Он очень славный и беззаботный. Он любит других котят и всегда спит рядом со своими людьми. Сейчас, в возрасте 12 недель, Марвел расцвел в роскошного молодого котика с магнетическим взглядом и ярким характером. Вот так уличному котенку выпал шанс начать жизнь заново. Он так счастлив, что любим и больше никогда не останется в одиночестве. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.